Опус — это в Москве, на набережной. Клубный дом всего в одной минуте от Садового кольца. Шедевр архитектуры, вдохновленной стихией воды. Белоснежные фасады и ритмическая пластика архитектуры. 188 исключительных квартир класса «Делюкс», где каждая квартира — это произведение. Панорамные окна и видовые террасы. Рельеф фасада обращен к воде. Клубный дом Опус — новый шедевр архитектуры на набережной Москвы-реки. Всем привет! Это опять я. Я иду на рыбалку. Меня давненько не было. Дело в том, что я работал почти безвылазно, почти без выходных. Как у меня обычно в летние месяцы это и бывает. Вот буквально на днях только проводил группу ребят из Казахстана, с Астаны. Джангир, привет! Жаль, что ты в этот раз не приехал. Но ничего, может быть следующий. Учись хорошо и обязательно приедешь. А сегодня у нас сема. Ну, во всяком случае, я надеюсь, половить немножко семы. Вот уже слышу, как шумит речка. Поехали! Бродил по реке примерно полчаса. За полчаса первая поклевка семы. Ну, не густо, конечно, не густо. Хотя очень надеюсь, что я все-таки нашел точку, где она стоит. Может, хоть тут наловлю? Ой, красавица! Верите нет, в этом году всего лишь моя вторая рыбалка на сему. Вот такая вот голубушка на резинку схватилась. Ну, вторая рыбалка второй рыбалкой. Но я чувствую, сема уже отходит. Сезон кончается. Поэтому, возможно, это я уже закрываю сезон. Так, семенка клюнула примерно вон оттуда. Ну, что же. Повторим движение. Вот она! Ох ты как! Прям вот с той же идеальной точки. Вот просто вот с того же самого места. Очень маленькая, бойкая. И уже вот эта начала, в отличие от предыдущей, вот эта уже начала приобретать нерестовый окрас. Ну, как, мало ли, вдруг кто не знает. Сема, заходя в реку серебристой, в реке становится густо вишневого такого цвета с черными полосками. И вот это только начало. Ну, и, опять-таки же, кто не знает, сема после икромета умирает. Опа! Ой! Да что ж такое-то? Вот такая вот голубушка. Фух! Дорога между участками реки выглядит примерно порой вот так. Идёшь. Тут, по сути, вот маленькое русло ручья. Оно же по совместительству тропинка. И заросли курильского бамбука. Увидел тропу? И хорошо. А не увидел? Иди на ощупь. Закон. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот она на коротке схватила... Маленькая и цветная... Ну как бы... Клюнуло и на том спасибо... Уже и не важно, что маленькая и не важно, что цветная... Давай, давай... Только тихо, тихо, подруга, тихо... И опять черная вертушка сработала... Только не дрогайся, я тебя сейчас отпущу... Не дрогайся... Черт... Все прям конкретно съела... Ах, хороша... А если переходить от точки к точке не по бамбуку... То по вот такому лопуху... Вот сейчас подойду вот к этому лопушку... И встану... Кончиками ног... У его... Самого... Низа... Ну и получается он еще меня... Во мне метр восемьдесят три... Он меня еще сантиметров... На двадцать выше... И вот так вот идешь... Ну просто не знаешь куда прешься... Страшновато конечно... Да не læзь ему, значит SEE... Мне все... С Little it's сухо... Я также сāпайсье За упаковкал ехэ... За процент ш Да не тхо Зачем... Да... Ужужются... Продолжение следует... Вот она, я прям видел, как Сима выскочила за вертушкой, какая прелесть, красавица, даже не выскочила, она так вальяжно за вертушкой вышла и проглотила, отлично, отлично. Вот что значит, вот сейчас я прямо у вас на глазах совершил такую глупую детскую ошибку, я стал ее нахрапом пытаться вытащить на мель, скорее всего, крючок держался плохо, я ей порвал губу, и все, остался без рыбы. Но не повторяйте моих ошибок, не торопитесь, когда вытаскиваетесь ему. Сейчас проверим, есть ли тут еще. Ходить по речке приходится много, а мест, пригодных для стоянки рыбы, маловато, не так много, как хотелось бы, поэтому вот по этим кущам пробираешься постоянно. Все бы ничего, но вчера залез почитать в рыбацкие чаты, что там пишут, и в один зашел, а там ребята рассказывают, как за ними гонялся натуральный медведь. И они от этого медведя убегали, а он их просто преследовал, ну не сказать, что прям там бежал за ними, чтобы сожрать, а прям вот просто преследовал с такими вполне себе понятными намерениями. Я этих ужасов начитался, что-то неспокойно стало. Последние разы ходил на рыбалку вообще без средств какой-то защиты. А вот тут полез в закрома, доставил свой старый добрый газовый баллон. Этот баллон бьет на дистанцию, ну минимум 5 метров, позволяет держать зверя, скажем так, на дистанции от себя. И сказать ему, что есть что-то поинтереснее. И еще решил в дополнение взять пугач. Вот так вот. Шмальнул и поспокойнее стало. Пришел на хорошую точку, ну вроде вот ямочка. Пробросал все вертушкой. Буквально, по-моему, третий заброс резинки. Сидит голубушка. Не крупная, но приятно. Да еще и погода такая странная. То солнце вылезет, то опять за тучки забежит. И вот когда солнце, как мне кажется, рыба вот как-то шугается сильнее. А вот за тучки солнце забегает, она как-то, возможно, приободряется. О, по-моему, рыба побывала в браконьерской сеточке. Вот у нее такие характерные следы. Вот сейчас, если дотащу, покажу. Так, давай, 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 давай. Вот так вот сюда. Сюда, к нам, к нам сюда. Да, точно, из браконьерской сетки вырвалась. Так, давай. На суете, на суете. На суете. Да, вот характерные следы браконьерской сетки. Вот здесь чешуя срезана сеткой. Но она вот прорвалась спустя нее. Не беспокойся, голубушка. Все хорошо. После последней поимки ходил я без рыбы примерно час. Довольно много прошел. А, кстати, нет. Один сход у меня все-таки был. Нормальный размерчик. Где у нас тут берег? Ох, как удочка прям вот. Видите, вот она трясет головой, и удочка вот качает в такт. Приятно посмотреть. Дело в том, что уже время часов 10. Солнце высоко вылезло. Я решил поставить вертушку потемнее. Потому что до этого кидал какие-то там попугайские расцветки. Что-то ни к чему хорошему не приводило. А вот сейчас поставил вертушку с черным лепестком. Прям матово-черный такой. Вау. Видишь, какая? Бойкая, а? Очень сильная рыба. С такой нельзя грубить. Если я сейчас, скажем так, проявив излишний напор, попытаюсь ее вытащить, вполне возможно, что она просто порвет себе рот приманкой. Ну, прорежет крючком рот. Ты смотри, сколько я ее уже уговариваю, а она все не уговаривается. Ой, какая прелесть. Отличная семина. Просто супер. Вот, черный-черный. Как уголек, лепесток. Красота. Очень трудно запечатлеть непосредственно поклевку, что туда большая река, туда большая река, и он оттуда пришел. Бог узнает, где наклюнет. Поэтому у камеры резерв батареек, конечно, большой, но все-таки конечный. Хорошенькая по размеру. Немаленькая. Это радует. Ну, давай, голубушка, давай, давай. Давай уже быстрее. Давай быстрее все это доделаем до конца и отдыхать. Красавица. Интересно, это она моей плетенкой так посеклась, или это тоже с браконьерской сетки убежала? У меня тоже вроде какие-то эти повреждения на спине. Ну, нет, это от моей плетенки. То есть вот тут, вот тут. Это очень просто отличить. То есть вот видите, вот полоски на чешуе. Это от моей плетенки. Потому что будь они от сетки, они были бы, во-первых, в основном на уровне спинного плавника, и, самое важное, они бы были с двух сторон почти одинаковой мощности. А тут вот здесь совсем чуть-чуть, а здесь прям сильные. Так что, больше похоже на мою плетенку. Хотя, хотя, как знать, как знать. Может, все-таки и сетка. Опять черная вертушечка. Нравится она ей, нравится. Иду от реки к машине. Дороги нету, тропы нету, а есть вот такой вот ручеек. Вот по этому ручейку и крадусь. Все лучше, конечно, чем просто заросли бурелома. Тоже достаточно некомфортно. Ну и рука сама тянется порой к пугачу, чтобы сделать вот так вот. Ну и второй раз, наверное. А потом уже спокойно идти дальше. Ну вот я уже и дома. Каратинечка по традиции про снасти и снаряжение. Ловил сегодня на удочку Maximus Gravity X Microjig до 7 грамм. Потому что дело в том, что планировалось то ловлю в основном на резину, но так вышло, что рулила вертушка. И здесь как раз оказалось хорошо, потому что палка вот с этим снежным кончиком под резину очень хорошо работает с вертушками. Позволяет отслеживать их очень качественно. Катушка моя старая, добрая, старенькая Blackside Circon 1000. Шнур здесь намотан единица, но должен был быть 0,8. Я намотал единицу Gessen Roots. По глупости. Сразу стало хуже лететь и резина стала сразу хуже тонуть. Вот сейчас буду возвращать на 0,8. Извини меня, катушка, ты маленькая, и шнур тебе нужен маленький. Единица для тебя толстая. По приманкам, ну вы сами в принципе все видели. Вот Ариадна номер один с черным лепестком, трехграммовая, просто рулила сегодня. Еще красноперки, штук 40 на нее поймал. Одна семинка вот на пиявку от батона оранжевую с граммовой головкой. Две семинки на пиявку от батона молочно-розовую с граммовой головкой. Лучше бы, я думаю, подошли бы 75 грамм, 0,75 грамм головки, но, к сожалению, они кончились в продаже, я их что-то даже найти не смог. Арсенал у меня большой, но что-то вот ничего особенного конкуренцию не составило. Даже красноперка вот на это вешалась как одна за одной, а на все остальное от силы там штучек 5-6 поймал. Ну и предвосхищая вопросы про вот этого голубчика, это сигнальный револьвер Таурус Курс называется. Это интересная штука, он не просто, знаете, детская какая-то пукалка, это сделано из настоящего боевого оружия, то есть он по-боевому настоящий, тяжелый. Как говаривал Борис Бритва, если не выстрелит, можно просто стукнуть по башке. Тут заряжаются, заряжается обойма вот таких вот сигнальных патронов, и вот получается 6 раз я могу бабахнуть в воздух. Основная цель этого пистолета сигнальная, но гопота-гопотой, собаки-собаками, для меня этот пистолет нужен в первую очередь для безопасности в лесу от диких животных. Ну, скажем так, не сколько безопасность, сколько превентивно дать понять дикому зверю, что я здесь. Пришел куда-то, бахнул в воздух для самоуспокоения, и все. Помимо прочего, я еще собираюсь в экспедицию на Амур, и у меня была дилемма брать с собой дробовик свой, ну, огнестрельное оружие, но столкнулся с кучей проблем, что это нужна путевка на охоту, там все вот эти разрешения, лицензии, бла-бла-бла, и я плюнул. Вот этот револьвер не требует никаких разрешений, лицензий, ты просто вот покупаешь его в магазине, и тут же вот суешь его в карман и идешь по городу. Не надо там никаких ни медкомиссий, ничего. Это боевое оружие, переделанное в сигнальное. То есть, просто купил да пошел. Не требуется никаких там ни разрешений, ни там освидетельствований. Ну, они, собственно, и не нужны. Вы не в состоянии этим оружием никому причинить вреда. Ну, разве что, если действительно по голове не стукнете. Он реально очень тяжелый, то есть, здесь сказывается вот то, что он сделан из боевого. Прикольная штука, ссылку на него оставлю в описании. Время подумать о том, что на ужин. На ужин у меня, как ни странно, не рыба. У меня на ужин будет бешбармак. Вот козы, вот шужук, вот тесто для бешбармака. Варится картошка, скоро придут друзья. А сема у нас пойдет просто как такая простецкая закусочка. Я был бы рад приготовить сегодняшнюю свежую сему, но, к сожалению, малосольная сема должна, ну, хотя бы неделю в морозилке в минус 23 пролежать. Поэтому я достал маленькую семинку из морозилки. Она лежит что-то около двух недель. И я перед тем, как положить ее в морозилку, присыпал ее слегка солью сверху. Поэтому, даже если там не до сол, даже если она почти не соленая, то все равно все будет прекрасно и безопасно. Тот факт, что она маленькая, пусть вас не смущает. У нас на Сахалине как раз маленькая сема почти всегда изымается из водоема. Люди стараются ее брать в любом случае, даже если не особенно нужна, потому что тем самым улучшать генофонд. То есть, забирать маленькую сему, а большую как раз лучше-то иногда и отпустить. Таким образом, мы будем наблюдать положительную селекцию. Сема еще такая деревянная, промороженная, поэтому резать будет просто. Вот такие вот красивые кусочки. Под красивым я имею ввиду цвет. Она еще оттает, цвет станет ярче. Потом вся рыба укладывается на луковую подушку. И хвостик с краешку. Потом все как следует, не жалея, присыпать смесью молотых перцев. У меня здесь смесь черного, красного, белого и черного душистого. горбуши. Будь это горбуша, я бы вам сказал, полить бы сверху растительным маслом, желательно с запахом семечек. Но это сема, сема и так достаточно жирная, поэтому лишний раз ее омасливать не стоит. Сема, луковая подушка, сверху немножко перца. Она сейчас оттает, будет и выглядеть по-другому, и вкус будет более выраженный. Ну вот, собраны друзья. Правда, нас пока мало, еще, надеюсь, подойдут. И вот готов бешбармак. Казахи, извините, это мой первый бешбармак. Я не знаю, как он в реальности должен прям выглядеть, но будем надеяться, что вкусно. Господа, за Казахстана, в частности, за Данияра и дядю Максима, благодаря которым появился этот бешбармак. А мы его руками едим? Бешбармак, наверное, руками, я не знаю. Ну, я буду руками. Разберемся. Всем пока-пока.